Мы с вами добрались до самого, наверное, сложного контекста в Гудине. Это динамика. Почему сложный? Ну, я здесь могу увидеть две сложности. Первая сложность это понять, как этот контекст вообще работает. Какие данные там протекают, как ими управлять и как их оттуда забирать. А вторая сложность это обилие инструментов и техник. Действительно, в Гудине можно сделать очень много вещей с помощью динамики. Причем несколькими путями. Первую сложность мы должны решить на этом курсе. То есть мы разберем, как контекст динамики в Гудине вообще работает. Как с ним подружиться и понять, что там происходит. А вторую сложность вам придется решать самостоятельно. Потому что здесь ответом может быть только опыт. В изучении всех инструментов и техник работы с динамикой поможет вам только многочасовая практика. И ничего больше. Ни один курс не может вместить в себя все инструменты динамики в Гудине. И давайте приступим. Давайте соберем какую-нибудь простейшую сценку динамическую. Возьмем опять же боксик. Поставим его сюда. Сферку. Поставим сюда. И давайте сделаем бокс твердым объектом. Переходим во вкладку Rigid Bodys. Твердый объект это просто объект, который перемещается в пространстве, но никак не изменяет свою форму. Нажимаем RBD Object или RBD Hero Object. Пускай будет вот эта уточка. Есть. Теперь выбираем сферу и сделаем из нее Soft Body. Мягкий объект. В Гудине он называется Solid. И пускай это будет органическая масса какая-то. Отлично. Теперь заходим во вкладку Collision и включаем Ground Plane. Это просто бесконечная плоскость, об которую можно коллайдиться. Включаем Real Time и Play. И видим, что бокс упал как твердый объект, а сфера упала и примялась. Давайте посмотрим, могут ли они друг с другом взаимодействовать. Поставим сферку вот сюда. Запускаем. И как видите, сферка ударилась от боксик. Хорошо, давайте что-нибудь еще придумаем. Добавим еще одну сферу. Так. Поставим сюда. И зайдем, например, Grains. Сделаем из нее песочную сферку. Вот такую. Так. Выходим. Запускаем. Это будет считаться несколько дольше. Подождем немножко. Так. Ну, я думаю, достаточно. У нас получилась вот такая динамика. Как видите, в одной сцене у меня находится сразу три разных объекта. Три разных солвера, так называемых. Один RBD-солвер. Второй солвер для мягких тел. И третий для песка. Это на самом деле солвер для песка. И все они друг с другом взаимодействуют. Это одна из удобных особенностей Houdini. Любой тип динамики, то есть любой солвер, отрабатывает в одной и той же среде. Поэтому динамические объекты могут друг с другом взаимодействовать и обмениваться данными. И все это будет выглядеть как единая динамическая симуляция. Сейчас я создал только три типа динамики в данной сцены. Это твердые объекты, мягкий объект, сфера, и партиклы. Это у нас вот эта песочная сфера. Но это не все. В Houdini есть все необходимые типы динамики. Это и вода, и дым, и веревки, и другое. Но на этом курсе мы рассмотрим только базовые принципы работы в динамическом контексте. На примере динамики твердых тел.